Много моментов. Наверное, то, что мы забили 9 в предыдущем матче, и здесь один, видимо, вернулся за тот матч. Тут я согласен, да, и Артем сейчас как раз об этом говорил в раздевалке. Говорит, ну, бывают дни, когда, ну, не залетает. Говорит, не совсем удачная игра Сан-Марина, ну, лично его. Говорит, четыре забил. А сегодня вроде все получалось, но этот мяч просто не летел в ворота. Поэтому хорошо, что выиграли, но первый тайм был более удачный для нас. Было множество моментов, и практически ничего не дали создать сборная Кипра, но во втором тайме подсели, и не хватило силенок. Будем готовиться лучше к следующим отборочным матчам. Страшный, как нам с трибун казался, эпизод в конце первого тайма. Расскажи, что там было, что произошло, что с твоим здоровьем. Мы знаем, что все хорошо, но вот расскажи все. Была обычная борьба, и при приземлении игрок Буци наступил на ногу. Доктор подбежал и сказал, что у меня перелом. Он всех испугал, наверное, я думаю, и там тренерский штаб, и меня испугал. Потом я говорю, подожди, Эдуард Николаевич, давай посмотрим. И в итоге посмотрели, все нормально, просто сильный ушиб, поэтому ничего страшного. Расскажи, о финальной акции вы подошли к болельщикам. Это был экспронт или готовили заранее? Нет, мы не готовились. Был организатор на поле, поэтому, ну, приятно, круто. Я думаю, что это было бы хорошей традицией после матча, чтобы быть, нам нужно быть ближе с болельщиками. Мы же одна большая семья. И, может быть, хочешь отдельно поблагодарить нижегородцев, которые сегодня пришли на матч? Конечно, я вот там сказал. Хочу сказать огромное спасибо, потому что игра была поздняя, и очень приятно, что и в Саранске, и в Нижнем Новгороде полный стадион. Это чувствуется, это помогает. Я полгода проиграв в Турции, я понял, насколько важна поддержка болельщиков, и огромное спасибо Нижнему Новгороду за такой теплый прием.